А знаете, есть голубые глаза у Катуни. Зарядите нас чуть-чуть. Силы любви. Спасибо. Ой, спасибо. А можно еще? Спасибо большое. До свидания. Ну все, теперь я готов. Привет. Меня зовут Миша, а вот эту вот реку зовут Катунь. По алтайским легендам, а мы сейчас на Алтае, Катунь – это дочь местного хана. Она очень хотела быть со своим женихом, поэтому превратилась в реку и просто утекла от своего отца. Но это было когда-то давно. Давайте-ка поговорим о том, что происходит сейчас. А сейчас Катунь один раз в год открывает свои глаза. Вот к чему я готовился по прилету в Горно-Алтайск. Надеюсь, взгляды, улыбки и объятия местных девушек станут своего рода прививкой. Ведь кто знает, что со мной сотворят голубые глаза Катуни. Красота, говорят, крышесносная. Это впечатляет или так себе? Ну, по факту словами не передать. По факту чудо природы, можно даже сказать. Ну, это восторг. Это просто что-то с чем-то. Наша с оператором Антоном цель – удивительные голубые озера. Их-то и называют глазами Катуни. Эту достопримечательность вы легко найдете на карте популярных алтайских маршрутов. Но наш вариант будет действительно труднодоступным и, конечно же, конечно же, интереснейшим из возможных. Мы стремимся к самым глубинам этого манящего омута. Автостоп на одной из самых красивых дорог мира, Чуйском тракте – это лучшее, что может случиться с туристом на Алтае. Обычно финальные точки наших путешествий максимально труднодоступны. Мы показываем места, куда очень сложно добраться. Но не в этот раз. Голубые озера в последнее время стали популярным объектом. Туда ездит много людей. Правда, все эти люди смотрят на голубые озера, на то, как водная глайдь соприкасается с воздухом сверху. А наша цель – посмотреть, как водная глайдь соприкасается с воздухом из-под воды. Теперь понимаете, про погружение в омут этих глаз вообще не метафора была. Главное – не утонуть в них. Так ведь тоже о красивых глазах говорят. С Чуйского тракта мы съедем на Чемальский, продолжая движение по правому берегу главной Алтайской реки. С турбазы напротив села Аскат к озерам быстро и просто можно добраться на лодке или по льду зимой. Но мы поедем через Аскатский лес и далее пешком прямо по дну Катуни. Да-да, такое возможно. Но только осенью и зимой вода в реке спадает и обнажает дно. А в нем две или три котловины – этакие подводные подречные озера. Поэтому и говорят, что Катунь, как живая, открывает глаза. Иногда уже в конце августа, а иногда лишь к концу сентября. Здравствуйте. Нам в сторону Аската. Конечно. Вы туда же? А вы вообще куда едете? Я еду в Анос. В Анос? А вы сами не местные? Ну, нет. Тоже понаехали? Понаехавшие, да. У нас даже группа в WhatsApp есть. Серьезно? Да. А почему? Почему сюда все едут? Фоновый шум, постоянный поток какой-то ненужной информации. Здесь этого нет. Здесь мы вольны, скажем так. На Алтай Марьяна с семьей перебралась из Новосибирска шесть лет назад. Подобные истории здесь на каждом шагу. Эти горы, как и сто и двести лет назад, остаются краем переселенцев. Сначала здесь скрывались от гонений, а теперь вот, от минусов цивилизации. И я слышал, что село Аскат, куда я направляюсь, в этом смысле место примечательное. Например, там живет и работает дайвер. Да-да, дайвер на Алтае, где и погружаться-то негде. В горной речке особо не поныряешь, унесет. Туда приезжает очень большой поток, ну, интересных людей, разных совершенно. То есть это, начиная от каких-то йогов, там, не знаю, кришнаитов и всех остальных, и заканчивая, да, словно просветленными. Вы описываете прям какое-то ГОА? Ну, была даже статья, да, в какой-то из алтайских газет была статья об этом, что Аскат – это алтайская ГОА. Такие подвесные мосты – визитная карточка Катунья. Нам на другой берег пока не нужно, но мы специально заехали. Проезд и проход по многим мостам платны, потому что они частные. Причем нередко бушующая Катуни их сносит полностью. Представляете, какие затраты все это восстанавливать. Ну и заодно представьте, какая мощь в этой реке. За Чемалом планировалось построить Большую ГЭС, сделать водохранилище. Ну, оно, конечно, было бы не в сравнении, там, с Айоношушенской или какой-нибудь даже Новосибирской. Но в любом случае это нанесло бы достаточно большой ущерб и затопило бы, наверное, ни одно село, мне так кажется. То есть тут вообще энергию воды никак нельзя использовать у вас, не экологичная. Да почему? Использовать можно, то есть маленькие ГЭС стоят, я, насколько знаю, есть не одна ГЭС на маленьких речках. Маленькую ГЭС я никогда не видел. Большая ГЭС, я представляю, как выглядит там дамба, плотина, вода в трубе и крутит турбину. А как выглядит маленькая ГЭС? Ну вот, на водопаде, можете сходить обосмотреть. А где тут, он рядышком где-то? Да, недалеко, мы сейчас подъедем к речному вокзалу, там на лодочке переправитесь. О, отлично. Ну мы тогда сбегаем быстренько, подождешь нас. Конечно. Кстати, я как раз искал повод выйти на воду. Многие мне говорили перед поездкой, что Катунь в это время года особенно хороша. Ну что, раздевайтесь, снимайте. Мы с вами так мало знакомы. Да, ничего страшного. Заяц! Она бьется током. Готов? Да, цвет воды действительно впечатляет К осени уже прекращается Таяние ледников, питающих Катунь Дождей тоже не особо много И вуаля! Река становится максимально бирюзовой Место, конечно, абсолютно туристическое Ну, достаточно взглянуть вот на это тапочное дерево Сейчас поздняя осень, а оно до сих пор не опало Можно представить, как оно цветет летом Не спугни, не спугни Там кролики Или зайцы, я не знаю, кто это Зайцы, иди ко мне Зайчик Это тоже туристические зайцы Они даже если не туристические, то я прощаю Заяц У меня ничего нету Дружище, проводи нас, пожалуйста, до гидроэлектростанции Без морковки, называется, не подходить Нормальная история То есть схема крайне простая Вон там, видимо, стоит большой винт Который вращает Вот эту штуку А она, в свою очередь, через ремень вращает генератор И вырабатывается энергия Причем генератор, ну, малепусенький То есть я предполагаю, что это вообще генератор Для какой-нибудь машины, типа, Жигулей Ну, выглядит, по крайней мере, он так И обязательно, очень важная Очень важная конструктивная особенность Это ведерко с камнями Без ведерка с камнями, я думаю, что это ГЭС не работает Нет, работает Зачем оно? А-а-а! Оно бьется током Натяг ремня Регулировка натяга ремня Регулировка натяга ремня Антон знает Не знаю, на что хватает этой энергии сейчас Но выяснил, что изначально речка Камышла Катунский приток Крутила жернова водяной мельницы Ее соорудили местные жители в 1940 году Но почти сразу, во время Великой Отечественной Перестроили в лесопилку Бревна для этой лесопилки сплавляли водами реки Катун Камышлинский водопад, который и подает на эту конструкцию нужный напор Тоже рукотворный Впрочем, это не помешало ему получить статус памятника природы Ужасно Ужасно, я считаю Очень некрасиво, неэстетично Вот приходишь полюбоваться на девственную природу А тут Вот Вот что это такое? Люди тоже приходят Но вместе с баллончиками И зачем-то рисуют на скалах Причем, ну непонятно же даже, что написано Они же для чего-то это писали Мне ничего не понятно И как это стереть? Сейчас покажу Вот Ну вот они, прелести начались А реально, очень большая проблема Потому что, ну, не знаю, едем, да Нужно увидеть очень много надписей Причем люди там один год написали Потом приезжают на следующий год Они исправляют эту дату То есть если не успели это еще все зачистить Ну, наши добровольцы, которые этим занимаются А как они стирают? То есть это мочалкой с мылом? Нет, к сожалению, мочалкой с мылом это не стирается О, а вот это интересно Марьяна, оказывается, знакома с командой Которая очищает скалы от творений вандалов Минутный разговор по телефону И очередная удача Я смогу сам поучаствовать в такой акции Ну все, придумали себе занятие На завтра Да, ради этого я немного подвинул Свою главную цель Зато будет время посмотреть на Аскад И, быть может, понять Почему о нем столько говорят Аскад Вроде всего пять букв Но за ними скрывается что-то необычное Раньше Аскад был обычной российской деревней В которых тысячи, ничем не примечательной Но потом вдруг что-то случилось И сюда начали съезжаться художники, ремесленники Речки по дереву, скульпторы И деревня превратилась во что превратилась Вот вы кто из перечисленного? Мы художники Вы художники Не сомневался Говорят, на заре этого ажиотажа Здесь сложилась уникальная пропорция На один продовольственный магазин Приходилось шесть художественных галерей Ну что ж, Аскад Давай знакомиться Красота Аскадской долины Мягкая, не кричащая Такая уютная, что ли Местные жители дополняют ее Год за годом Бережно и гармонично Даже настенное искусство в Аскаде Это не какие-то там каляки-маляки А вполне себе зрелый арт Гулять по деревне можно долго Ее улицы тоже своего рода галерея Вы чувствуете энергию этого места, Аскады? Конечно Через свое вдохновение ежедневное Я приехала, увидела Слух Я произнесла фразу Хочу здесь жить Здесь какая-то магия с людьми происходила Я села на эту машину Взяла кота В себе еще не приехала Это я всего лишь полчасика По местным улицам прогуливался И столько разных портретов Необычных людей наснимал А представляете, сколько таких портретов Накопилось за 40 лет жизни здесь У заслуженного художника Республики Вячеслава Торбокова Вот знакомьтесь Учитель поэтессы А это студент А вот это альпинист-спасатель Обладатель звания Снежный барс, между прочим И дальше больше Ведь в новой просторной мастерской Вячеславу Сергеевичу есть где развернуться Собирали деньги на нее И строили односельчане Получилась художественная студия Для деревенских детей Круто, наверное, учиться рисовать Когда за каждым окном Такая натура В общем, всем миром построили Я даже до сих пор не верю Что вот такая студия Потому что для художника Ну, основной дом Это мастерская Хотите верьте, хотите нет Но у меня тоже зачесались руки Сотворить что-нибудь этакое Правда, на живопись Моего творческого запала Боюсь, не хватит Ну-ка, что тут еще В Аскате есть? Никогда не думал, что Делать что-то из глины Это настолько напряженно Так вы нарушитель, оказывается Как так вышло? Ой, как в гамаке О! Ну, тут, кстати, не так уж и плохо Судя по звуку, что-то восточное Просто я такую мелодию играю Вообще, это предшественница флейты Старинный музыкальный инструмент Был у всех народов, кто занимался керамикой А это ко мне Здрасте Заниматься? Да А можно мне тоже? Сейчас А давай я тоже потом кувшинчик сделаю И посмотрим, у кого лучше Хитро Смотри, смотри А вот так вот Шапочка, шапочка Никогда не думал, что Делать что-то из глины Это настолько напряженно Чуть-чуть руками не так поведешь Все упадет и сломается Итак, у Василисы вместо чашечки Получается трубочка Но она продолжает заниматься этим делом Она не отступает Смотри Теперь правой рукой Вот, давай я тебе покажу Вот, вот, вот Молодец Вот так вот и надо Боишься? Боишься, боишься Это улыбка, за которую ты скрываешь отчаяние свое Да, да, да Хорошо, Ваш кувшинчик Результат, кажется, очевиден Да Но я пока не сдаюсь Я художник Я так вижу Здравствуйте Скажите, а как вам кувшин больше нравится? Ну, если честно, мне вот этот нравится Да? Да Так, а вам? А мне больше у девочки Он с рисуночками красивый Очень-очень хороший Есть! Что ж, видимо, надо просто пожить васкать с его творческим вайбом чуть подольше Так, а теперь надо выяснить, как кроме художников, скульпторов, музыкантов и йогов К Аскаду еще и дайвер примагнитился Позвонил Владимир, тот самый дайвер, к которому мы едем И сказал, ребята, меня нет дома, приходите за село, на окраину У нас тут какая-то экологическая беда Пришли, давайте-ка узнаем, что произошло в селе Аскад Здравствуйте Здрасте Кто из вас, Владимир? Привет, Владимир Вы звонили, сказали, тут какая-то беда экологическая Что происходит? Кто-то дымит на машине? А пойдемте посмотрим Вот у нас гражданин подъехал на фуре И начал это существенно дымить и дым жрать Что происходит, расскажите? Спросил, говорю, подстилку куда? Ну, вы видите, что лес там будет, природный, но природный так лежит Нет, там полиэтилен еще, картон Так вы нарушитель, оказывается? Как так вышло? Почему нарушитель? Ну, вы честно признаетесь, вы сэкономить просто хотели? На официальную свалку не везти? Оказалось, что машина эта приехала аж из Ставропольского края А в ней на Алтай приехали лошади Подстилку от них, сено с навозом и мусором в перемешку Водитель решил оставить здесь же, в ближайшем леске Но бдительный местный тракторист фуру в лесу заметил Дорогу перегородил, вызвал соседей и полицию Там очень было много целлофана, бумаги Так что все это было под навозом Он сейчас под навозом это вынес А почему все такие спокойные? В прошлый раз, ну, когда я снимал про экологию Тоже там был нелегальный сброс мусора Ну, я там, короче, под колеса бросался Меня били Вот, потом самосвалом переезжали А у вас тут все спокойно, почему? У нас воздух чистый Люди уравновешенные Владимир, что думает сообщество дайверов по этому поводу? После... у дайверов вообще, они все же экологи по умолчанию Вот, и есть такое положение, что после тебя должны только остаться пузырьки воздуха на поверхности Философские Ну, что ж, вы тоже можете сочувствовать одной стороне другой Но приедет полиция и решит, что делать А мы, к сожалению, развязки этой истории ждать не можем Мне предстоит серьезный дайверский инструктаж Не каждый день, знаете ли, приходится нырять в воду Температурой всего-то 8 градусов У вас тут все такие экологически активные? Ну, большинство Да, практически все Так, а почему? Ну, потому что большая нагрузка, антропогенная нагрузка Вот, и на озера наши голубые Дороги разбивают постоянно Люди не хотят ходить пешком Они хотят заплатить денег, собственно И чтобы их довезли прям Ихнюю пятую точку до места И это неправильно, потому что все-таки Алтай туристический Как были раньше маршруты Люди ходили пешком с рюкзаками Всесоюзные Это все было Это есть, просто об этом забыли Была ситуация 25 квадроциклов приехало на голубые озера Ну, это кошмар Люди заезжают в воду и начинают там Ну, состояние просто плачевное озер Вот это да А ведь раньше к голубым озерам Относились как к святыне И коренные алтайцы И первые алтайские христиане Грустно, но похоже Чтобы успеть увидеть хоть что-то Придется поторопиться Готов? Хорошо идет Лайфхак От России вне зоны доступа Я немного знаком с дайвингом Помните, даже в подводную пещеру На Урале погружался Здесь меня опять ждет Так называемый сухой костюм Под него вода не заливается Поэтому можно надеть что-то теплое Да хоть, да хоть бабушкины носочки Фишка этого костюма в том, что Можно моментально стать толстым Силач? Да О, отлично, банки Оказалось, что Владимир не просто дайвер А ходячее, ну то есть плавучее Бюро подводных находок Ну а что делать, если турист пошел такой рассеянный? Приезжают на озера И, так сказать, выпимши, не выпимши Купаются Теряют часы Украшения Они иногда бывают очень дорогие И люди обращаются Ты не шутишь? Серьезно? Конечно Кстати, а знаете какая мечта у дайвера из оската? Я думаю, что сейчас экологию восстановим маленечко И будем звать уже на этюды дайверов, которые рисуют под водой Во как! Во сне, пожалуй, тоже о чем-нибудь этаком помечтаю Ой, как в гамаке Кстати, вот прямо здесь, пожалуй, и заночую Для вдохновения Ох! Ну тут, кстати, не так уж и плохо Ох! Да, чуть не забыл рассказать В ситуации с нарушителем на фуре появилась ясность Протокол на него составлен Грозит штраф Правда, микроскопический Ну, потому что водитель убрал за собой все безобразие Что ж, лес чистый И это главное Я вижу вот эту натуру И у меня под кожей зудится, чешется Пойдемте искать духа, что ли У меня обгорел, что ли? Челк Доброе утро, дорогие друзья Идем по безлюдной дороге На обочине стоят машины Это те машины, что нам нужны Здравствуйте! А где найти Анатолия? Как вы помните, я чуть отложил поход к финальной цели Специально, чтобы присоединиться к волонтерской команде Она решает очень насущную проблему Борется с наскальным вандализмом Вообще-то, мне прям повезло Такая акция – это целая спецоперация Планируется несколько дней, а то и недель Так вы чистите скалы Вы помогаете природе? Ну, на самом деле Помогаю самому себе Я вижу вот эту надпись И у меня под кожей зудится, чешется И чтобы не чесалось Анатолий Мачаишан уже лет 12 Как алтайский житель История его переезда из Новосибирска Как под копирку Вчера я таких штук 10, наверное, выслушал Дочка, пойдем погуляем Так мало с тобой времени провожу Она спрашивает В какой магазин мы пойдем? Подожди, дочь, мы пойдем гулять Хорошо, я поняла В какой магазин мы пойдем гулять? И тут я понял, что готовится Образцово-показательный потребитель Вот И чтобы этого не произошло с моей дочерью Я понял, что надо собираться и валить Диаспора по наехавших с каждым годом растет Но при этом переселенцы очень оберегают Катунь Например, от беспорядочной застройки Сами, что называется, на голом энтузиазме На нем же основана и эта борьба Если посмотреть более общо Чистота, она незаметна Это правда Заметен мусор Пока чисто, никто и не вспомнит Это как свежий воздух Пока он есть, о нем никто не думает Всего пару месяцев назад Ребята почистили скалу по соседству И даже выдохнуть не успели Как новый горе-художник Был пойман там же С поличным Женщина с тремя детьми Залезла на эту скалу И холодистым болотчиком Они писали свои имена И сделали страп Сколько тысячи рублей Вот, но она в полном непонимании Почему на нее такая реакция пошла И что она такого сделала Надеюсь, никому из моих зрителей Не надо объяснять, что это не граффити Не искусство А самое настоящее вредительство Вот сколько ресурсов было потрачено На эту нетленку Ну, минут 15 времени И 300 рублей за баллончик краски А теперь считайте Сколько нужно, чтобы избавить Идеальный алтайский пейзаж От этого художества У нас задействованы Три большие дорогие машинки Да? И все они стоят приличных денег Чтобы вот организовать Примерно один день такой чистки Уходит от 30 до 50 тысяч Если не считать работу активистов И у всех надо покормить Где-то разместить Это дорогое хобби Еще недавно и пескоструйный аппарат И компрессор И мощный генератор Приходилось арендовать К счастью Односельчане-бизнесмены Помогли выкупить технику Остальное Машину, бензин Специальный песок Который нужно особым образом подготовить Волонтеры ищут сами По шлангу идет воздух сюда Здесь насыпан песок Вот в этой зеленой кастрюле Хорошо Там насыпан песок И оттуда уже под давлением Он уходит наверх На Иркутск Да Дорога на Иркутск Дорога на Иркутск Хорошо Я давайте помогу чем-то Хоть чем-нибудь Ну в принципе уже помогаешь На самом деле Очень нужна искрометная подтанцовка Вот помощь и моральное удовлетворение Оно конечно хорошо Но признание необходимости этой работы Оно тоже дорогого стоит Дорогой зритель Знаешь что Напиши слова поддержки этой команде А я А я пока подставлю плечо Бесценной Дусе Так здесь прозвали этот пескоструйный аппарат Развлечение в свободное время Ну так себе Тяжело, грязно, пыльно, опасно Хорошо хоть на улице сегодня свежо Смотри Тебе будет больно везде Где в тебя полетит камни Поэтому тебе надо защитить максимум Открытых частей тела Оп 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 Максимально Вот так идеально Плохо будет Нет Будет хорошо Ты пожалеешь, но тебе понравится Пропусти Через плечо Облокотись И делай это под углом Под углом Не в прямую Стрельнешь в прямую Она отлетит на тебя Рикошетом Надо, чтобы рикошет уходил в сторону Ну что, Саня, не такой уж ты крутой Ага Спасибо После жуткой пылищи Мне очень захотелось на берег Катуни Продышаться и посмотреть Ради чего вообще все это делается Я решил проехаться еще дальше По Чемальскому тракту До поселка Яланда Вместо, о котором мне вчера На автостопе Марьяна рассказала Видите что-нибудь? Вот присмотритесь хорошо Видите? Здесь? Здесь ничего нету И в этом большая заслуга В том числе Экологических активистов местных Вот в этом месте В советское время Собирались строить Гигантскую гидроэлектростанцию Алтайскую ГЭС Вот здесь должна была быть Плотина А вот эта вот вся местность Планировалась к затоплению Все должны были затопить Все Все Вот прям посюда где-то Но сначала развал Советского Союза А потом Экологические протесты Отменили эту стройку Даже представлять не хочу Как изменился бы этот пейзаж Если бы сбылись планы Двенадцатой пятилетки Построить, к счастью, успели Только техническую штольню В интернетах пишут Что там Обитает Дух Небостроенной Катунской ГЭС Давайте-ка попробуем Его Побеспокоить Ну-ка Антох Доставай свет Я он с собой не взял Ладно Хорошо, что У меня есть одна Очень интересная штука Путешественники уже привыкли Компактным газовым баллоном С горелкой Которые помогают Обойтись без костра Скажем, в степи Или высоко в горах Но если вместо горелки Накрутить на баллон Специальную насадку То получится Настоящий примус Это примус Который работает на газу Все, как во времена Наших прабабушек Пойдемте искать Духа, что ли Я, конечно, понимаю Что история про духа Это развлекалова для туристов Но все-таки Идти в толщу горы В эту тьму Имея хоть какой-то повод Это хотя бы логично Оно потухло Я начал зажигать ее Снова Оно не зажигалось Не зажигалось И потом, как полыхнуло Вместе Со всем баллоном У меня У меня вгорело что-нибудь? Челка Преснится у меня на месте? Да А, ну Брови у тебя немножко тоже Да Ужас какой Смотри, что происходит Походу, дух реально есть Иначе, как объяснить это? Все Надо подождать пока Оно все потухнет Чтобы ничего не зажглось И все И валить отсюда Подальше Да уж Неожиданное завершение дня Надеюсь, завтра Без подобных фокусов Обойдется Голубые озера Ведь тоже Место силы И как мы узнали Этому место силы Знатно досталось От людей Ох Как бы не усугубить Вот Была обычная Проселочная дорога Теперь вот Здесь еще одну полосу Сделали Здесь одну полосу Здесь одну полосу Вон там одну полосу Это точно Голубые озера? Голубые озера А не низ Давай Раз, два, три Раньше Это была Обычная Проселочная дорога Ну В каждой деревне Такие есть Но с тех пор Как Голубые озера Стали популярными Смотрите Во что ее превратили Вот Была обычная Проселочная дорога Теперь вот Здесь еще одну полосу Сделали Здесь одну полосу Здесь одну полосу Вон там одну полосу Практически МКАД Это и есть Путь к моей Сегодняшней цели Голубым глазам Прекрасные Катуни С одной стороны Самый что ни на есть Формат нашей программы Месить грязь Как говорится И не роптать А с другой А с другой Это настоящая Боль Аскадцев Несколько лет назад Они сами Исходив километры По кабинетам чиновников Добились присвоения Озерам Статуса Памятника природы И только так Спасли вот этот Самый лес От вырубки И застройки Дело дошло Даже до митинга Наверное Года два Этим занимались Прежде чем Было принято Решение Как вы радовались? Конечно Еще бы Всем селом? Да Да Это Действительно Наверное Половина Половина Точно Активно Принимала В этом Участие Елена Переехав В Аскад Из Новосибирска Стала Керамистом А по образованию Осталась экологом И возглавила Защитное движение Но всего сделанного Оказалось Мало Чтобы вынудить Туристов Ходить к озерам Через лес Исключительно Пешком Надо официально Создать здесь Экологическую Тропу А пока Действуют по старинке Друзья Утро Начинается Не с чашки кофе И не с завтрака А с того Что мы будем На тракторе Перегораживать Дорогу Чтобы никто Не проехал Кто не нужен Это вынужденная мера Прикородить Основную дорогу Для всех Потому что Она пришла В аварийное состояние Да, друзья Вроде бревна кладут Но люди Вот, смотрите Взяли Разворошили Все Проехали здесь Вот это бревно Тоже лежало Так, что Можно проехать То есть Вроде явно Показано Что вход Въезд запрещен Но Не все это понимают Да, в принципе Я бы, наверное, тоже Ну да Зная себя Я бы, наверное, тоже Проехал Но Больше не буду У меня есть Совершенно твердое убеждение Просто надо Немножко времени Чтобы люди привыкли Что памятник Природа Оскадская долина Голубые озера Это место для пеших прогулок Здесь эко-тропа Здесь птички поют Тишина А машины Будут оставлять На стоянке Перед въездом На территорию ПТ Как это На практике Отработано Уже Во всем мире А теперь Внимание Как мне-то быть В дутом водолазном костюме Наперевес с дайверским оборудованием Пешком к озерам не дойти Даже если это всего-то Три километра Отправляемся Нырять в голубые озера А поскольку дорогу распевать Мы не хотим Мы экологичные ребята То мы туда не поедем А полетим Сколько летят, Алексей? Пять минуту Самое короткое путешествие На вертолете в моей жизни Одну минуту Друзья, вы не думаете, что это супердорого Лететь реально в эту тягу И, собственно, рядовали бы вертолет На пять минут Думаю, что это достаточно бюджетная И, главное, экологичная история Мы не пользуемся дороги Мы не без семейских зрителей Вы молодцы Спасибо Это точно голубые озера? Это голубые озера Они и есть Просто нужно посмотреть их внутри Ну, сейчас они, если честно, цвета Лимонада какого-то Вот эти вот Остатки деревьев Отсвечивают И все коричневое Внутри лучше? Делайте Да уж Впечатление, что называется Смазанное Хотя вода тут, несомненно, намного прозрачнее, чем в среднестатистическом озере Даже с берега каждый камушек видно Но вот внизу Внизу пусто и мутно На озерах сейчас появились водоросли То есть не характерные Маленькое озеро, среднее, оно практически стерильное было Мы воду из него пили А сейчас там просто ужас Хорошо, что в этом году открылись все три озера У меня еще есть шанс достичь цели Попытка вторая Ну же, ну! Вот же оно! Алтайское чудо Семиметровая толща Прозрачной, голубоватой, студеной воды Так здесь красиво и величественно Будто и впрямь Тонешь в бездонных глазах красавицы Исток творческой энергии аскадцев наверняка находится где-то здесь А вот чтобы разглядеть это К большому сожалению и присматриваться-то сильно не надо Раз, два, три! Изначально я думал, что неужели наше путешествие закончилось ничем Ну потому что эти глупые озера, я буду откровенен, на земле выглядят как лужи Ну, внизу Внизу Что внизу? Объем очень большой Непресок Такой гигантский дворец Просто дворцовый зал, по которому ты плывешь Рыбки какие-то донные Проплывают мимо тебя Покрышки Какие-то номерные знаки Пакеты, банки, бутылки Пока их немного, но если сюда продолжат валить туристы в таких объемах, как сейчас То их станет больше и эти озера станут обычными озерами Подмосковья Так что, друзья, давайте беречь вместе природу И сегодняшний наш фильм не о голубых озерах, а о людях, которые самоотверженно спасают свою родину Вот так вот Будьте благоразумны, смотрите Россию вне зоны доступа, путешествуйте по Алтаю Я Миша Ронкинен, а вон там Антоха И мы на моей планете Чао Мужик, до деревни довезешь? До деревни? До деревни довезем Сейчас соберусь, доедем Можно? Да-да-да, закидаю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok